В средней школе номер 21 Оршанский районный комитет БРСМ провел образовательный форум «От сердца к сердцу» для тимуровцев и волонтеров учреждений образования. Сегодня здесь действительно собрались самые добрые сердца нашего района, наши ребята, которые осуществляют свою волонтерскую, свою тимуровскую деятельность. Сегодня для ребят мы сначала организовали открытый диалог, то есть рассказали об особенностях работы именно пионерской организации и тимуровского движения. Мы рассказали об особенностях работы волонтеров БРСМ. Также для ребят выступил психолог территориального центра социального обслуживания нателения Гвоздева Елена. Она рассказала о бече современности, о наркомании, ведь наши волонтеры общаются именно с молодежью, они действуют в молодежной среде. И они могут распространять информацию о том, как это действительно вредно и как это действительно страшно. Поэтому мы решили, что эта информация будет актуальна также и для волонтеров, и для тимуровцев. Далее у нас будут действовать интерактивные площадки. Интерактивные площадки также имеют свой образовательный характер, потому что нашим волонтерам будет полезно и, конечно же, научиться чему-то новому, и пообщаться с людьми, с разными людьми. Так, например, будет для наших ребят работать мотивационный тренинг «Скажи жизни да». Также будет работать творческая мастерская, которую нам представляют также сотрудники ТОСОНа. Причем интерес заключается в том, что с ребятами работать будут люди с ограниченными возможностями, люди с особенностями психофизического развития. Также ребятам сегодня расскажут, как правильно обращаться с людьми с ограниченными возможностями, как правильно управлять коляской, если человек на коляске, как правильно помочь человеку слабовидящему. То есть это тоже довольно актуальная информация, потому что есть очень большой порыв у наших ребят помогать. Но как это сделать правильно, как это сделать грамотно, не всегда они знают. И именно такие образовательные форумы помогут нашим волонтерам и тимуровцам все делать правильно, все делать так, как это должно быть. Также сегодня наша молодежная палата подготовила игры на команды образования, которые волонтеры и тимуровцы могут в дальнейшем использовать для своей деятельности. Сегодня у нас будет экологический центр принимать участие в нашем форуме. Они расскажут, как правильно волонтерить и помогать животным. Также сегодня будут у нас тут и животные, с которыми можно непосредственно пообщаться. Поэтому это действительно и очень интересно, и очень важно для наших ребят, которые готовы тратить частичку своей души, которые готовы обогреть своим теплом нуждающихся. С нами приехали инвалиды разных категорий, которые будут рассказывать волонтерам, как правильно поступать в той или иной ситуации, как им можно помочь. Я считаю, что на сегодняшний день и в наше такое непростое время это достаточно важное мероприятие для того, чтобы волонтеры и все присутствующие здесь понимали ситуацию происходящего и могли в любой ситуации помочь, в принципе, даже любому человеку, не только инвалидам. Сегодняшнее мероприятие образовательное наш форум для тимуровцев и волонтеров, конечно же, очень важно, потому что именно начиная с детства, главная задача наша – воспитать добрых людей в первую очередь. И вот именно это движение помогает сделать так, чтобы у детей зародились вот эти зачатки. И дальше от тимуровцев, тимуровцы – это пионеры, к волонтерам в Барсэмловское направление, шло вот это вот развитие вот этого чувства прекрасного внутреннего. Это образовательный форум для тимуровцев и волонтеров. Я считаю, что оно очень важное, потому что на данном мероприятии волонтеры учатся чему-то новому, как, допустим, на одной из площадок они учатся взаимодействия с детьми в коррекционном развитии, взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями и так далее. Как помочь животным, то есть тут все расскажут, это обучательный форум, и я думаю, он очень полезен будет. Хочется сказать огромное спасибо нашему территориальному центру социального обслуживания населения, которые сегодня так помогают нам активно, которые сегодня организовывают свои интерактивные площадки. Хочется спасибо сказать и 21-й школе, и 13-й школе, которые также предоставили и свои площадки, и вот мы сегодня находимся в 21-й школе. Поэтому так приятно, что мы делаем доброе дело, и так много людей, которые готовы и хотят нам в этом помогать. Поэтому спасибо большое всем причастным. Сергей Бойко, Алексей Цыбульский, телекомпания «Скиф».